Ну, например, следующая задача. Предположим, у нас имеется трос, предельная прочность на разрыв, сигма предельная, известна. Какой длины можно сделать такой трос, какая максимальная длина у этого троса, прежде чем он начнет рваться. И известна, скажем, плотность данного троса. Давайте оценим. Если у нас верхний конец троса закреплен, то наибольшая сила будет действовать в самом-самом верху, вот здесь вот. Поэтому сила f максимальная будет равна, с одной стороны, это сигма предельная умножить на s, а с другой стороны она будет равна mg, или же плотность на l на s, l максимальная на s, и до g. Отсюда l максимальная равно сигма предельная делить на ρg. достаточно тривиальный факт, который не учитывает один нюанс. Мы здесь предполагали, вот здесь вот, что трос всюду, по всей длине имеет одну и ту же площадь s. То есть площадь здесь s и площадь здесь s одинаково. Однако, однако, можно сделать трос чуть-чуть иначе. Можно рассмотреть трос вот таким, сходящимся в виде конуса. При этом объем такого конуса будет меньше, чем объем цилиндрического троса. А площадь в верхней части окажется больше, чем вот эта вот исходная величина. И такой трос может иметь существенно большую длину, чем трос, выполненный в виде однородного по площади, по длине куска. Давайте сопоставим. Но опять, f максимальная будет равно сигма предельная умножить на площадь. И также оно будет равно mg. Но в этом случае, уже вместо массы, нам нужно написать произведение g. Давайте я сразу напишу, чтобы не забыть. Плотность на объем троса. Объем тронуса. Объем троса – это объем конуса. Ну, предполагая, что у него верхняя площадка кругленькая, объем конуса будет равен произведению площади основания s на высоту и делить на 3. Ро g s на l максимально на 3. Это объем конуса. Сопоставляя вот эти два выражения, получим, что l максимально равно 3 сигма предельная делить на ро g. Как видите, у нас появился коэффициент, который дает нам существенное удлинение троса по сравнению с цилиндрическим вариантом. Отдельный интерес предполагает наличие, скажем, вот такого вот обреза у троса и внизу подвешенного груза массы m. Задача будет трансформирована к тому, чтобы внизу трос выдерживал груз массы m, а наверху, чтобы он не рвался еще под собственным весом. Но вот эту задачу предлагаю вам разобрать самостоятельно. Видео Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...